Интер Ту. Тви Инструмент. Звезды Металлиста вновь вышли на футбольное поле. Ветераны нашего клуба, которые ковали его историю в 70-х-90-х годах, сегодня провели товарищеский матч. Этот поединок был приурочен к 60-летнему юбилею поузащитника Металлиста Сергея Малько. Я думаю, у меня будет это праздник. И думаю, ветераны, которые постарше, которые тут помоложе, что им очень приятно это самое. И сам хороший матч, и зрители прошли. Я думаю, очень удачно получилось. Около тысячи зрителей собрались, чтобы увидеть игру ветеранам Харьковского Металлиста. Многие из болельщиков помнят их еще действующими футболистами. Однако и сегодня с удовольствием насладились игрой своих кумиров. Те же, в свою очередь, старались демонстрировать и технику, и скорость, и, конечно же, огромный опыт. Если же говорить о событиях на футбольном поле, то команда в синих футболках дважды выходила вперед после ударов Александра Презетко и Владимира Карпенко. Однако оба раза желтые отыгрывались. За них голевыми автографами отметились Роман Пец и Сергей Чуиченко. В итоге свисток арбитра зафиксировал без преувеличения боевую ничью 2-2. По словам же юбиляра Сергея Малько, он не отдавал предпочтения ни одной из команд, а был сторонником красивого и зрелищного футбола. А уже после окончания матча представители областной и городской власти, Федерации футбола Украины и футбольного клуба «Металист» поздравили Сергея Николаевича с 60-летием, пожелали ему здоровья и вручили награды за заслуги перед футболом. Генеральный директор нашего клуба Владимир Карпенко отметил, что клуб, продолжая выбранный курс поддержки ветеранов футбола, всячески помогает тем, кто является частью истории «Металиста». 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 «Отыв没利е следует, чтоンえShell, не зажistirわけ степень аспектами, как и XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD» «Екі等 на себя лицаря Inctuаря, Продолжение следует...